Сейчас Android-версию магазина Google Play нельзя назвать красивой, однако в будущем ситуация будет меняться в лучшую сторону. Когда и как быстро корпорация пока ответить не готова, так что остается лишь рассматривать обширную подборку скриншотов, полученную порталом Android Police. Из них становится понятно, что разговоры о переводе всех сервисов на так называемый материальный дизайн были не просто громкими словами. Яркие цвета, строгие линии и крупные изображения – все это ляжет в основу перевоплощения Google Play. Насколько такой интерфейс будет удобным, можно только гадать. Генеральный директор Microsoft Сатьяна Делла опубликовал большое открытое письмо, адресованное работникам корпорации. Многие из озвученных в нем тезисов будут интересны не только им, но и инвесторам, а также простым пользователям продуктов компаний, которые хотели бы знать о грядущих изменениях. В недавнем прошлом, говорит Наделла, мы позиционировали себя как компанию устройств и сервисов. Это хорошее начало для трансформации. Но теперь пришло время сосредоточиться на новой уникальной стратегии. Лейтмотивом всего сообщения можно считать следующие слова. В своей основе Microsoft – это компания продуктивности и платформ для мобильного и облачного мира. Мы переосмыслим само понятие продуктивности, чтобы позволить каждому человеку и каждой организации в мире делать больше и достигать большего. В общем, слово «мир» встречается в письме больше 20 раз, так что в глобальности планов Microsoft можно не сомневаться. Изменения будут масштабными и всеобъемлющими. Они затронут каждый аспект устройства корпорации – от скорости принятия решений на всех уровнях до работы с персоналом. Похоже, преемник Стива Балмера нашел в себе смелость увидеть необходимость таких изменений и, надеемся, найдет смелость их реализовать. Полная версия письма доступна в аннотации к ролику. Компания LG приблизила тот день, когда мы сможем скрутить домашний телевизор в трубочку, как газету. Корейские инженеры продемонстрировали два новых OLED-прототипа. Оба гибкие и очень тонкие, а один к тому же прозрачный. Они изготовлены из полимидной пленки и могут похвастаться разрешением 1200 на 810 пикселей, что для 18-дюймовой панели, способной без последствий свернуться в трубочку радиусом 3 см, весьма неплохо. Корейцы уверяют, что в будущем технология позволит увеличить размер экрана до 50 дюймов. Можно потихоньку копить деньги, ведь LG рассчитывает представить первые серийные образцы к 2017 году. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok